Наш домашний питомец. Лёлик – это его домашняя кличка, так сказать. По документам его зовут. Я знаю наших. Мама у него – это Стадель, а папу привезён из Великобритании. Милого шестимесячного щенка Корги из Киржача привёз Артём Савичев. Заводчик откликнулся на просьбу спасателя Щёлковского центра гражданской защиты подыскать подходящего питомца для 11-летней Насте Хархардиной. О школьнице Щёлково, страдающей ДЦП, спасатели узнали от депутата Госдумы Александра Толмачёва. Парламентарий помогает благотворительному фонду «Рождественская звезда», который содействует в реабилитации детей с нарушением двигательной активности. Мы скопировались вместе с Щёлковским движением, любители Корги, с Марусей нашей. Кинули клич через социальные сети о том, что ищем щенка для Насти. Очень много отозвалось, вот мы выбрали самого лучшего. Давняя мечта о четвероногом друге появилась у Насти после просмотра любимого мультфильма про Корги. И вот задуманное сбылось. Не дома, а в штабе Щёлковских спасателей. На Новый год Господь Мороза писала? Да. Что заказывала? Ну, это другое. У нас желание. Желание другое? Да. А это основное. А это основное? А там было дополнительное, да? Да. А это мама Оксана, да? Настя, мы знаем, что у тебя было желание огромное, чтобы у тебя был свой Корги. Правильно? Да. Вот это вот твой новый друг, зовут его Лёлик. Нравится имя? Прикольно. Вот, зовут Лёлик. Теперь он твой новый член семьи. Принимаешь? Принимаю. В ответ Настя преподнесла свой подарок. Рисунок, в котором она изобразила свою мечту, которая стала реальностью. Спасибо большое. Поверь себя в кабинете. Самое главное для собаки должно быть место. Это игрушки для малыша. Очень важно, чтобы не это его место. Настя, как и её братик, родились раньше срока. Ей все 11 лет мама Оксана усиленно работает над тем, чтобы девочка стала максимально самостоятельной. Учатся в обычной щелковской школе с обычными детьми. Разница между ними в том, что Насте регулярно требуется реабилитация. Мама девочки к мечте ребёнка отнеслась с опаской, но потом решилась принять щенка в семью. Долго к этому готовились, потому что у меня никогда собаки не было. И честно, побаивались, как себя вести собаку. Но это уже практически два с половиной года. Это постоянная мечта дочери. Она стремится и на реабилитациях. Она говорит, что я буду тренироваться. Лучше ходить, чтобы ходить с собачкой гулять. Мы долго спорили с братом, кто умнее, корги или овчарки. Я сказала, корги – это такие же овчарки, только поменьше. Теперь Настя – новый член команды «Корди Дел» – группы волонтёров и любителей корги, помогающие городу в решении насущных дел. В ЖКХ людям, оказавшимся в трудной ситуации. И кто после этого скажет, что собаки не объединяют людей? Михаил Налётов, Сергей Василевский, Щёлковское телевидение.